По мотивам автобиографического романа «Судьба» академика, заслуженного деятеля науки Узбекистана, лауреата Международной премии имени Аль-Харизми, доктора технических наук, профессора Сарвара Кадырова. Первый узбекский легковой автомобиль САНО, созданный академиком Сарваром Кадыровым. Автор сценария – Зульхумор Салиева. Режиссер-постановщик – Ибрагим Хамраев. Оператор-постановщик – Сартор Анваров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова «Наука жить достойна» Первая серия Мамочка, наша учительница сказала, «Надо завязать на праздник белый бард. Конечно, тебе он очень идет, очень идет. А ты почему не пьешь чай? Давай быстрее, не то опоздаешь в школу. Не опоздаем, мы быстро попишем. Да, хорошо, пейте быстрее. Через полчаса начнется ученый совет. Где же этот Навруз, а? Навруз, ваш ученик, он очень пунктуальный парень. Не волнуйтесь, он скоро придет. Ведь сегодня первая защита вашей докторской диссертации. Не волнуйтесь. О, кажется, это он. Давайте, пьете чай быстрее. Здравствуй. Проходи. Здравствуйте, Адди Напа. Здравствуй. Спасибо. Как доехал? Ты привез? Все хорошо. Да, простите, немного опоздал. Вот привез. Сделал 10 копий каждого документа в файловых папках. Правда? Чертежи напечатал, повесил на стенку. Хорошо, все готово. Молодец. Большое спасибо. Кажется, из института. Да. Навруз, в чертежах нет ошибок. Нет никаких ошибок. Каждый рисунок посмотрел по отдельности. Здравствуй, Адди Напа. Все нормально? Что нового? Вот. Да, я тороплюсь. Ну-ка. Да, вот. По теме, да? Да, нормально. Что с мамой? Почему ты не сообщил мне раньше? А? Не знаешь. Вы врача хоть вызывали? Хорошо. Я приеду. Сейчас же выезжаю. До встречи. Хорошо. Что случилось? Мама. Что с мамой? Что с ней? С ней все в порядке? Ну, говорите, что вы молчите. Третий день прикованы к постели. Да что же это такое? Когда мы выезжаем? После ученого совета? Нет. Сейчас же. Навруз. Что? Да, хорошо. Ну, давай быстрее. Я беру все документы и передаю секретарю ученого совета. Хорошо. Если они хотят, пусть сами рассматривают. Объясни им причину. Мы его отсутствуем. Хорошо. Сделаю, как сказали. Не волнуйтесь. Пусть ваша мама поправляется. Хорошо. До свидания. Мама очень хотела, чтобы вы стали доктором наук. Очень хотела. Что теперь будет? Ведь ваши оппоненты могут сорвать вашу защиту. Не так ли? Что же нам делать? Да пусть делают, что хотят. Если мне суждено когда-нибудь стать доктором, я стану им. Боже мой. Мама. Лежит при смерти, а я должен спокойно читать лекцию? Нет. Если с ней что-то случится, не прощу себя никогда. Да. Обе как я. Я быстро переоденусь. Нет, нет. Детей нельзя оставлять одних. А мы их тоже заберем. Дети не должны прогуливать учебу. Вы оставайтесь. Если надо будет приехать, я сам сообщу. Хорошо. Договорились. Передавайте привет родственникам. Ладно. Пусть мама поскорее поправится. Дай-то Бог. До свидания, папочка. Счастливо оставаться. Дочурки мои. Доброго пути, папа. Спасибо. Всего хорошего. Будьте осторожны в пути. Хорошо. До свидания. До свидания. Кушай быстрее. Кушай быстрее. Я учил и передал все свои знания молодежи. Я шел по пути науки. Старался делать новые изобретения и оставлять свою научную работу будущим поколениям. С возрастом вопросов становится больше, но найти ответы не так-то просто. Я прочитал тысячи книг, чтобы ответить на жизненные вопросы. Но вот уже сколько лет я не могу найти ответ на один вопрос. Неужели моя жизнь прошла так быстро? Эй, не мешайся под ногами. Здравствуйте, председатель. Да, Кадырбай, как дела? Как вы сами? Спасибо. Я как раз шел к вам. Что случилось? К нам в магазин пришли с налоговой. Кажется, обнаружили недочет. Вы брали в долг товар. Если заплатите, то я закрою недостачу. А сколько я тебе задолжал? Тридцать тысяч рублей. Тридцать? Неужели так много? Не может быть такого. Председатель, я кое-как сдал в кассу пятнадцать тысяч наличными. Но если вы поможете, я закрою недочет. Кадырбай, не переживай. Я заплачу. На днях передам. Хорошо? Все, перестань переживать. Председатель. Да отдам. Сказал же, отдам. Председатель, я в затруднительном положении. Но я же сказал, отдам. Все. Вот, дети, ешьте. Мамочка, вот ваша еда. Спасибо. Присаживайтесь к нам. Возьми ложку. Ты отцу отложила? Да, отложила. Дети, вы ешьте. Добро пожаловать, отец. Да. Все надоело. Что случилось? Кажется, придется платить за то, что не ел. Боже мой. Инспектор, приехавший 10 дней назад, пришли снова. Обнаружили 15 тысяч недочета. Я сказал, что это долг председателя. Показал ему свой блокнот, в котором записал то, что получил. Они говорят, здесь нет подписи председателя. Другого документа, удостоверяющего мое право, показать не смогут. Завтра будут допрашивать вместе с председателем. Завтра? Да. А что, если председатель скажет, что я ничего не брал взаймы? Это не мой долг. Тогда что мне делать? Не думайте о плохом. Председатель не такой бесчестный человек. Эх, вот поэтому говорят, что добро не остается безнаказанным. Заходите в дом, поешьте, все образуется. Здравствуйте, папа. Добрый день. Таиров? 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 Я сейчас говорил с председателем. Он дал письменное показание, что не брал у вас в долг никакого товара. Что? Да, точно так. Вот. Пожалуйста, сами почитайте. Даю вам недельный срок. Верните недочет. В противном случае вас посадят. Будьте здоровы. Никто вас не принуждает. Почему вы едете добровольцем на фронт? Но почему? Не надо. Что я могу поделать? Во время войны столько денег не заработать. Скажи, где я достану такую сумму? Судя по всему, председатель отказался от долга. Вернее, он договорился с налоговым инспектором о том, чтобы денег не платить. Они указали председателю путь. В течение четырех дней я просил взаимы. Не осталось ни одной двери, в которую я бы не постучал. Все напрасно. Говорят же, мол, у тебя нет. Нет во всем мире. Клодорики. Лучше мне пойти на войну и героически погибнуть, чем оказаться в тюрьме и опозориться. А мы что будем делать? Эх, Боно, это судьба. Как живут другие, так будете жить и вы. Наши родители, наши братья живы, они присмотрят. Клодорики. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Доченька. Дочка. Папочка. Берегите себя. Возвращайтесь живым и невредимым. Сынок. Ты уже взрослый парень. Не обижай маму. Хорошо, отец. Делайте так, как скажет мама. Хорошо, хорошо, папа. До свидания. Папа, убейте врагов. Обязательно, сынок. Обязательно. Счастливо оставаться. До свидания, папа. До свидания, папа. Папа, возвращайтесь скорее. Редактор субтитров А.Семкин Письмо! Письмо пришло! Письмо! Письмо пришло! Дай Бог хорошие вести. Так, давайте будем читать. Боно, милая моя, тебе не трудно одной с детьми. Не беспокойся обо мне. Приехали в воинскую часть на Украине. Карантин закончился. Мы приняли присягу. Мы тоже научились пользоваться автоматом. А теперь, даст Бог, поедем воевать. Благословите меня. Поеду сокрушать фашистов. Обнимай и целуй детей. Обнимаю тебя. Твой кадр. Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дядя. Есть письмо от моего отца. Тогда давайте. Сейчас. Сейчас. Так. Вот. Спасибо. Э, передай руки маме. Что, дядя? Еще не потеряй. Да. Мама, пришло письмо от папы. Где письмо? Давай скорее. Вот. Вот. Что он пишет? Боно, мы сейчас воюем в Молдавии. Ну-ка. Гитлеровцы терпят поражение. Испугавшись, они побежали обратно, но они не сдаются так просто. Мать, если тебе трудно, возьми это письмо. Можно и мне почитать. Иди покажи сестре. Хорошо. Хорошо. По вашей вине, я оставил своих пятерых детей в Ташкенте и истекаю кровью на поле боя. Вы знаете причину. Вы должны мне тридцать тысяч. Клянусь Аллахом, если вы будете отрицать это, вы будете в аду. Помогайте моим детям время от времени. Я не думаю, что вы обидите этим мою жену. Я не думаю, что вы будете отрицать. Я не думаю, что вы будете отрицать. Я не думаю, что вы будете отрицать. А это тебе. Это оставим брату. А вы, мама? Я не голодна, сынок. Ешь. 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 Если перед вами очутился мешок золота и надпись с бесценными советами, что из них вы выберете. Вот. Вот такая курпача есть. Ну-ка взглянем. Раскройте. Вот. Хорошо годится. И они… Итак… Сколько вы хотите. Я на всё согласна. Вот. Берите. 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 А можете ещё немного добавить? Ну, хорошо. Это ради детей. Благословите. Дай Бог нам дожить до хороших дней. Пусть скорее кончится эта война и эти беды. Омень. Берите. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...